После недавней презентации Киа раскрыла больше информации о своем совершенно новом электрическом флагманском внедорожнике EV9, включая характеристики силовой установки, размеры и характеристики. Более чем пятиметровый трехрядный семиместный электромобиль, построенный на электрической модульной платформе и GMP концерна Hyundai Motor, станет самым крупным в линейке. Выпускать его будут в Южной Корее. Прием заказов уже открыт, продажи начнутся во второй половине 2023 года. Новый Киа EV9 предложат в трех модификациях. Аккумулятор емкостью 76,1 кВт-часов предлагается исключительно для стандартной модели с задним приводом. В то время как батарея на 99,8 кВт-часов устанавливается как в вариантах заднего привода Long Range, так и в вариантах полного привода. Система поддерживает функцию быстрой подзарядки, которая позволяет восполнить заряд за 15 минут, достаточной для преодоления расстояния в 239 км. Базовая версия стандарт. Задний привод, один электромотор, 218 лошадиных сил и 350 ньютон-метра, и батарея емкостью 76,1 кВт-часов. Разгон до сотни в 8,2 секунды. Дальнобойная Long Range, задний привод, один электромотор, 204 лошадиных сил и 350 ньютон-метра, и аккумулятор с увеличенной до 99,8 кВт-часов емкостью. На разгон до 100 км в час требуется больше времени, 9,4 секунды. Запас хода заднеприводной модификации с аккумуляторной батареей увеличенной емкости и 19-дюймовыми колесами составляет более 541 км по циклу WLTP. Топовая EV9, полный привод, два электромотора, 385 лошадиных сил и 600 ньютон-метра, и аккумулятор емкостью 99,8 кВт-часов. Ускорение с ноля до 100 км в час занимает 6 секунд. За доплату через онлайн-магазин можно активировать режим Boost, который кратковременно поднимает крутящий момент до 700 ньютон-метра и сокращает время разгона до 5,3 секунды. Вместе с EV9 также представлен Kia Connect Store, помогающий клиентам покупать цифровые функции и услуги по требованию. Это позволит постоянно обновлять возможности EV9 с помощью обновлений по воздуху в любое время. Дистанционная система помощи при парковке Kia Remote Smart Parking Assist 2 предлагается как цифровая функция, так и потоковая передача контента через аудиовизуальную, навигационную и телематическую систему автомобиля. EV9 также поставляется с цифровым ключом Kia 2, использующим технологию Ultra Wide Band, позволяющий пользователям открывать и заводить свой автомобиль с помощью смартфона, даже если ключ находится в кармане или сумке. Основной технологической особенностью EV9 есть система Highway Driving Pilot, которая обеспечит автономное вождение третьего уровня на отдельных рынках, где позволяют условия. Благодаря 15 датчикам, включая два лидара, автопилот сможет сканировать и обнаруживать объекты в полном поле зрения на 360 градусов, чтобы предотвратить возможные столкновения. В салоне этого технологического кроссовера установлена цифровая панель приборов и экран мультимедийного комплекса, объединенных в цельный кластер. Каждый из экранов имеет диагональ 12,3 дюйма, а между ними находится дисплей дополнительной информации диагональю 5 дюймов. Сидения обтянуты высококачественным дерматином. Сенсорная медиасистема обновляется по воздуху, поэтому после покупки всегда можно добавить новые приложения через фирменный магазин Kia Connect Store. Селектор трансмиссии установили на руле. Для отделки салона используют экологически чистые материалы, в том числе растительные. Три ряда сидений на семь мест уже в базовой комплектации. На выбор предложат разные варианты, например такой. Раздельные сидения второго ряда с поворотным механизмом, который позволяет развернуть их против хода движения или повернуть на 90 градусов лицом к двери для удобства входа и выхода. Если вам нужны по-настоящему комфортные капитанские кресла, то они будут без такого поворотного механизма, но с частичным электроприводом, подогревом и вентиляцией. Самый простой вариант второго ряда – трехместный диван. В любом случае спинки второго и третьего рядов в сложенном виде образуют ровный пол. По всему салону расположены разъемы USB. Топ-версия получит 10 подушек безопасности. Управление подогревом и вентиляцией сидений, как и подогрев руля, находится на дверях кроссовера. Что касается дополнительных систем помощи водителю, то перечень очень длинный и включает систему предотвращения столкновений сзади, систему предотвращения столкновений в слепых зонах, систему поддержки полосы движения, систему интеллектуального ограничения скорости, интеллектуальный круиз-контроль на основе навигации и другие. По размерам EV9 сопоставим с Hyundai Palisade. 5010 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1755 мм в высоту, а колесная база просто огромная, равная 3100 мм. При этом, как утверждает производитель, аэродинамика кроссовера вполне приличная. Почти гладкое днище, управляемые заслонки в переднем бампере и специальные колеса диаметром от 19 до 21 дюйма позволяют достичь коэффициента аэродинамического сопротивления 0,28. Указывается, что для некоторых рынков боковые зеркала заменят камерами. У кроссовера будет и спортивная версия Kia EV9 GT Line. Она отличается более агрессивным дизайном бамперов, дополнительными диодами в решетке радиатора и массивными рейлингами на крыше, добавляющими 25 мм к высоте. Kia начала отгружать EV9 2024 года на внутренний рынок. В Южной Корее большой трехрядный электрический кроссовер стоит от 60 800 долларов. По словам представителя Kia, судя по количеству предварительных заказов, EV9 станет новым бестселлером. На других мировых рынках, в частности в США, Kia EV9 ожидается к концу осени. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи!